здравствуйте друзья у меня в офисе гость ну так гость как бы по работе гость пришел резюме освежить вы представляетесь я зовут ирина я приехала из швейцарии до этого конечно розовым и рулем из украины вот сейчас находимся в америке вместе с мужем где где жили в украине в украине родилась в городе житомире 3 жизни там 3 жизни в городе мариуполе и 3 жизни в городе киеве житомир мариуполе киев мы знаем почти земляки у меня папа из-под житомира ну что же хорошо значит образование какое master of computer science это где в мариуполе в техническом университете и как диплом с отличием все было хорошо что да да и потом швейцарию поехали добавили швейцарию вместе с мужем уж программист учился в германии до этого и мы предложили работу в швейцарии то есть у него было разрешение на работу там да а у вас не тоже было разрешение на работу но с работой там было очень сложно максимум что можно было сделать это найти что-то в мотле удаленно хорошо побыли вы там сколько три года о и к нам и к вам да мы решили поменять все такие страны вы как молоденько совсем 28 я думал 24 25 хорошо сохранилась ладно так побыли вы три года швейцарии какой-нибудь язык там подучили немецкий мы жили немецкой язычной части но там немецкий очень своеобразно самом деле не немецкий немецкий швейцарский хорошо по европе покатались там у вас виза такая конечно абсолютно свободное перемещение там была и франция это было италия это были были самые сказочные места наверное которые можно было найти но вы нашли посетили где вам больше всего понравилось дело в какой части французские альпы вот туда к швейцарии нормандия тоже очень великолепно на самом деле там замки это нужно просто один раз увидеть а вот какая-то какой-нибудь зальцбург там в австрии нет нет в австрии не были хотя у нас еще многие ребята ездят в австрию катаются на лыжах так как цена там меньше и качество выше на самом деле чем в швейцарских говорят швейцарь очень дорогая очень дорогая но там и зарплата соответственно то есть швейцарцев нормально а если там иностранец какой ну опять же иностранец зависимости от того где работаешь хотя в целом зарплата по стране она где-то уравнивается то есть по сути а если это уборщица на может получать пределах 4000 франков что эквивалентно где-то 4000 долларов то есть довольно такие высокие евро есть оборот евро или надо во франках все там во франках хорошо приехали вы в сша как давно уже вы тут восемь месяцев и пришли к нам в школу да а чего к нам в школу пришли ну наверное за такой период времени который я не смогла найти работу в швейцарии я имею ввиду стабильную не то что это так называлось перерыв все-таки было и хотелось как-то нарастать упущенное изучить что-то новое что-то изучили в нашей школе новое конечно я освежила старое как говорится знание подчеркнула очень много нового относительно сферы кьюэй то есть все-таки человек с образованием более-менее компьютерным да значит он он все равно находит что-то у нас такое интересное конечно безусловно думаю что каждый человек может найти для себя в любой отрасли в сфере что-то новое хорошо вот когда вы пошли потом на практику мы не будем называть компанию ее все знают но многие они занимаются всякими секретными вопросами на интернете безопасностью значит вот вы пошли на практику вам как чеку компьютерно образованному там был прикольно вообще чего не делают конечно все эти vpn там да конечно ну хорошо так а вы в технологиях там поднаторили или вы все больше там тестировали чек такое поверхностное пока поверхностная поверхностная почему потому что у меня не было такого глобального доступа к данным но уже после того как я надеюсь что все таки можно будет заниматься получила девочка постоянную позицию и будет теперь углубляться в вопросы безопасности друзья вот для того чтобы вы могли безопасно там в интернете безобразничать значит вот работают наши выпускники там вы не единственная там из наших правда там есть еще на они как увидят человека способного вот или там еще симпатичный какой-то вот да и раз и нравят оставить да я думаю не в этом дело они все таки тоже смотрят то что человек умеет как как он выполняет свою работу очень много умненьких ребят компания очень хорошая очень позитивный дружественный коллектив атмосфера вот с вашей точки зрения когда у нас попадаются люди вот вот у них не идет чего-то у них не идет во что упирается вот это не идет что 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 нужно чего не хватает не хватает работы над собой в первую очередь то есть не то что вот мы учим что-то какие-то сложные вещи которые нельзя просечь абсолютно да просто необходимо приходить домой и не просто смотреть там я не знаю в небо какое оно прекрасное солнышко светит за окном работать работать очень много каждый день английский язык очень важен чеканить потому как в школе все-таки без знания английского языка будет сложновато понять многие аспекты у нас в целом-то ведь ничего народ мы же все-таки смотрим чтобы они владели мы не берем тех кто не не рубит ну ну хорошо а вот работа в чем состоит вот просто задание домашнее делать или надо еще сверху что-то делать желательно углубляться и читать дополнительно но задание знания это обязательно а вот когда сидишь в классе и вот видишь там видно что люди не делают задания вот например когда автоматизация идет если задание не делал то он выпадает просто из класса сразу есть такое у нас коллектив был очень хороший мы все старались поддерживать друг друга и помогать если кто-то выпадал на минутку на две мы как то вас группа была дружная очень хорошая ну что же отлично так а когда вы закончили по времени мы закончили в первых числах по моему первого июня был последний день только только вот но уже что месяц прошел а есть уже ребят которые устроились там конечно за месяц ну что же хорошо ладно вы знаете чего вы нас не бросайте мы к вам привыкаем вот и вы теперь в ответе за тех кого приручили хорошо вот мужу привет передавайте обязательно вот потому что он тоже за вас переживал наверное больше чем я честно говоря ну вот потому что я вот тоже как вот мужчина не знаете какие ранимые это вывод вы можете там все вынести а мужчины хранимые они поэтому и долго не живут ну хорошо все значит я почему рассказываю беречь надо вот поэтому значит в общем радуйте мужа деток нет еще нет еще пока ну значит детки будут деток радуйте вот а пока значит вот муж ну и мы там иногда заходите если там допустим какая фирменная майка красивая у меня экстра лардж размер приносите ладно давайте мы скажем какой-то там напутствие нашим зрителям вы смотрите наш канал иногда конечно обязательно какие сюжеты вам более интересны разнообразные я не могу назвать один выделить один потому что каждый раз настроение каждый день на другое соответственно тематика тоже может меняться ну хорошо значит раз вы одна из наших из наших зрителей как вообще узнали что школа есть на свете канал вот так вот с ютуба ну хорошо давайте тогда мы ребятам там помашем ручкой скажем пока пока верьте себя ребята все получится